уже почти два месяца прошло с момента высадки саженцев винограда в грунт лоза уже поднялась сантиметров 20 ну где-то 30 так сегодня мы установили опору для опоры мы использовали металлические трубочки нам так получилось нам немножко повезло можно использовать бамбуковые палки но это уторожает весь процесс но сегодня мы вышли в поле посмотрели как много работы в начале испугались когда начали работать сейчас уже два часа дня и мы уже закончили устанавливать опор это приблизительно 700 опор так сейчас вы видите чернозем этот чернозем здесь собирался я так думаю веками все весь верхний грунт с полей которые находятся слева и справа за многие десятилетия сюда потихонечку стекал вместе с источными водами сейчас вы видите небольшое озерце оно пропадет буквально через месяц здесь это озерца уже глубиной больше двух метров и все равно здесь чернозем почему мы его решили взять мы сейчас высаживаем виноградник и вместо того чтобы посадочную лунку ложить перепревший перегной коровий навоз перепревший мы решили взять чернозем он чистый в нем нету ни личинок хруща медведки и другой нечисти которая будет первые при первое время жизни винограда поедать молодые корешки и плюс в этом черноземе я уже убедился на собственном опыте я беру этот чернозем для рассады очень много питательных веществ которые дают жизненный толчок растению в первые его дни так землю мы подготовили лунки мы сделали вы это видели теперь мы получили саженцы мы немножко поздно снимаем видео значит здесь было 45 почек мы обрезали ну где 2 где где 2 где 3 почечки оставили корневая система тоже обрезали поздно схватили с видео взяли в ручку корневая система у нас шикарная вот то что помещается в ручку все мы просто обрезали вот наш саженец почти почти готовой посадки следующий этап я приготовил глиняно-глиняно-навозно-инсекто стимуляционную болтушку сильно умно но сейчас объясню подходи ближе в этой болтушки вода глина сыпец это перепревший навоз коровий значит инсектицид мы использовали имидоклоприд по это действующее вещество вы найдете ну скажу сразу это скажем препарат конфидор и стимулятор развития корневой системы ради фарм все это развели теперь берем саженец а еще скажу саженец если вы покупаете саженец и вы в нем не уверены корневая система подсохла то литература рекомендует вымочить это саженец один сутки мы мы вымачивали эти саженцы первую партию 2 часа и последняя партия где-то в районе 6 часов мы вымочили ну то есть садим много поэтому у нас такой разбег теперь корневую систему окунаем болтушку все видите консистенция густой сметаны то есть глина должна остаться на корневой системе ну мы садим очень много 700 саженцев поэтому кастрюля была полная то есть мы уже заканчиваем посадку я беру приблизительно по 15 саженцев и окунаю хорошенько все встряхнул встряхнул и мои наши саженцы уже готовы к посадке все дальше следующий этап при формировке винограда мы решили оставлять один побег я выбираю самый мощный побег а более слабый выламываю и до осени мы надеемся что у нас будет лоза от метра до полутора метров среди большого количества посаженного винограда попался один кустик дикарика то есть лоза пошла ниже уровня прививки ничего страшного сейчас через пару дней когда это лоза окрепнет я сделаю прививку зеленым черенок в зеленый побег и таким образом у нас получится тоже культурный сорт винограда следующий этап у нас это подвязка винограда к этим опорам будем использовать специальные пистолет для того чтобы облегчить свой труд никаких веревочек которые займут у нас целый день на подвязку пистолетом раз подошли буквально одна секундочка две и виноград уже будет подвязан также хочу сказать что мы живем в климате где дожди бывают раз в несколько месяцев и мы используем капельный полив который облегчает наш труд во время посадки мы также виноград свой не поливали ведра не таскали виноград высадили шланг растянули и полили и все прекрасно сейчас растет и развивается следующий этап мы вам покажем а пока пока